Субтитры делал DimaTorzok Это универсальный формат, и мы рады вас всегда пригласить в наш эфир по телефону 202-1122. Сегодня мы также будем разыгрывать что-то интересненькое, это билеты в кино и пригласительные сертификаты на проведение квеста. Вот квест-тайм тема нынче популярная, интересная, так что держите ухвостро, пригодятся вам ваши знания какие-то. Ну и, собственно, сегодня в нашем эфире будем рассказывать о интересном фестивале, точнее, фестиваль, который, наверное, сейчас уже гремит везде, где можно. Многие собираются, это Метафест. Так вот, на этом самом Метафесте будет очень много разнообразных площадок, одна из которых называется «Очень просто», но скрывает за своим таким названием, мне кажется, достаточно емкую, масштабную, интересную программу. «Городские практики.Лайф». Так вот, в нашей студии сегодня люди, которые там будут что-то интересное делать, рассказывать, показывать, чему-то вас научат, может быть, чему-то вы сможете кого-то научить, давайте знакомиться. Итак, с нами здесь организатор площадки «Городские практики.Лайф» Софья Сарамятникова. Здравствуйте. Здравствуйте. Психолог, ведущий площадки «Шатер самопознания» Дмитрий Львов. Здравствуйте. Здравствуйте. И мастер каллиграфии, который, я думаю, тоже наверняка будет что-то интересное нам и сегодня, и там на Метафесте рассказывать всем присутствующим, Николай Воронин. Добрый день. Здравствуйте. Софья, ну как ответственному лицу, как человеку-руководителю, расскажи, пожалуйста, как вы приняли решение вообще вывести такую действительно хорошую компанию на Метафест, и что там будет происходить интереснее? Ну, на самом деле, это происходит уже не первый год, а второй, и в прошлом году школа методологии и игротехники, которая вот на самом деле является полностью организатором этой площадки, удачно провела свои кластеры в прошлом году, и мы решили как-то разнообразить музыкальный вот этот вот формат Метафеста еще и... Чем-то полезным. Да, полезным, то есть это образовательные какие-то блоки, игровые блоки, смысловые, и отдельно будет музыкальная площадка от радиостанции «Время звучать». То есть это будет называться у нас «Пикник» «Время звучать». Ух ты, то есть получается, что люди приезжают не только отдохнуть, но и чему-то полезному, нужному научиться. Да, программа очень обширная, будет два шатра, один образовательный, другой игровой, и шатер еще будет от «Антикафе Пластилин», который тоже будет проводить там мероприятия. Программа очень интересная, то есть все на самом деле представленные мастера, тренеры в этой программе являются профессионалами. Вот сегодня рядом со мной сидят профессионалы своего дела. То есть те, которые хотят отдохнуть на метафесте, ну и так немножечко еще и пообщаться, поработать. Ну, они на самом деле, да, я думаю, готовы, конечно, отдохнуть, но и поработать, на самом деле, в полную силу они тоже готовы. Городские практики, лайф, почему такое название? Ну, потому что на этой площадке собраны, наверное, образцы каких-то социокультурных образовательных активностей, которые в целом выстраивают стратегию городского развития. То есть, получается, человек попадает в какую-то такую среду, а чему он может научиться там? Кроме того, что порисовать, чего-то интересного? Будет от легких спортивных каких-то там элементов до таких серьезных образовательных кластеров. Например, в 6 утра 1 августа можно будет поучиться кунг-фу. В 6 утра? В 6 утра. Не только в 6 утра можно учиться кунг-фу. Да, можно покрутить по-и, это вот эти вот штуки, шары, да, на цепочках там, на веревках от компании Fire Drum. Ну, конечно, это самые лучшие ребята в Самаре, которые делают эти Fire Show, и они прекрасно учат, то есть все учатся с первого раза, как крутить по-и. А потом забывают это до следующего года. Нет, надо подтверждать свои какие-то... Это что касается спорта. Конечно же, есть творческие мастер-классы, семинары. Например, я вот, вы знаете, близка к литературе больше всего, будет мастер-класс, как написать книгу, за 48 часов. Дмитрий Аксенков проводит, это наш любимый тренер по вот такого рода деятельности. То есть просто про кота можно, да, написать за 48 часов? Про что угодно. Про метафест? Про метафест, да, про себя смогу. То есть и потом издать? Да. Он учит, как издавать, где и... ну, как раскручиваться, вот, с точки зрения литературы. Продавать себя. Продавать себя, как автор писателя. Можно я первым пойду туда? Конечно. А про что бы вы написали книгу, Дмитрий? Ой, я бы в первую очередь вот все то, что бродит в голове, да, мысли какие-то, да. Эти тысячи страниц, да, так-то? Что? Тысячи – это детский сад. Десятки тысяч томов. Вот уже, пожалуй, да. Мемуары. Мемуары, да, и уже надо, надо. За 48 часов написать книгу, это очень интересно. Очень. Я первым пойду. А еще иллюстрацию нарисовать, я так понимаю. Вот, Николай. Мы для того сюда и пришли. Дмитрий, на самом деле, у нас представляет шатер самопознания, вот такое вот интересное название, шатер самопознания. Дмитрий, ну, рассказывать, что там будут люди самопознавать. Браво, это называется, да? Самопознавать. Самопознавать. Но не просто тоже возникло, и городские, вот, с городом все это связано. Несмотря на то, что сейчас современные люди знают, пожалуй, о мире и о себе как никогда много, знать-то знают, а вот познавать себя не умеют, разучились, слишком много информации. И эта информация, она как-то теряется, что ли, люди перестают использовать ее в своей жизни. Ну, мы узнали, вот, мы о том, что, например, у нас 5 литров крови, например, да, или там сколько-то у нас литров крови. Ну, у каждого. Вот, лукарп, в зависимости от близости к разливочной. Вот. Ну, вот есть у тебя 5 литров крови. И что? Ну, и вся бесполезная информация, она уходит. А понимание того, сколько в тебе находятся жидкости, и как они циркулируют, в действительности объясняет многие физиологические функции в организме. Это информация, которую можно использовать для того, чтобы организму было легче. То же самое в психологии. Все мы знаем, что у нас есть суперэго, эго, там, бессознательное. Тень. Тень, да, тень, маска, персона. А что все это значит? Мы знаем, что это есть, но как с этим работать? Посадить всех. Для чего все это использовать, и можно ли все это использовать? То есть, получается, как в простоквашино. У нас есть куча всего бесполезного, и куда бы теперь это все деть, чтобы приобрести что-то нужное. Не слишком ли тяжко для отдыхающих на Метафесте так глубоко копать? А не просто техники. Ну, техника, например, самопознание, одна из техников. Человек такой, а потом уедет. У меня планируется там, конечно, по возможности, по запросу, как пойдет, два блока. Один будет экскурсия в собственное бессознательное, вот, или в подсознание уж так. Не будем говорить бессознательное. Да, что-то как-то напряглась. Меня просто распнут, пожалуй, за то, что людей в бессознательное. Вот, вот, вот. Экскурсия в собственное подсознание. Там то место, хранилище, где хранятся ответы на 99,9% всех наших вопросов, над которыми мы бьемся и никак не получаем. Это будет сеанс одновременной магии? Это не магия. Это не магия. Это управляемый транс. Это очень интересно в плане именно самопознания, поиска ответов на какие-то свои неразрешенные вопросы. И еще один аспект. Управляемый транс, он позволяет очень быстро вернуться, скажем так, в ресурсное состояние. То есть отдохнуть, восстановиться. Это то, что современному человеку категорически не хватает. Бешеный ритм жизни. 24 часа в сутках, и из них 18 часов. Как минимум 18 часов. Ну, мы как белка в колесе кружимся. Либо по дому, либо с друзьями. Быстрее, быстрее, за полтора часа оторваться по полной, чтобы на неделю. Потому что нужно еще поспать, а потом на работу. Вот. Некогда расслабиться по-хорошему. И второй блок, голосовая практика, направлен не столько на развитие вокальных способностей, сколько на освобождение сознания от ненужного. С помощью голоса. Это можно. Подключаться. Ну, это больше снятие стресса какого-то, выпуск напряжения. Я о другом говорю. В нашем сознании, наше сознание хранит всю информацию, которую мы воспринимаем из окружающего мира. И, честно, не успевает ее отфильтровывать в силу того, что, ну, просто слишком много ее этой информации. И вот она накапливается, накапливается, накапливается. Бабах. Да. Чтобы крышу не сорвало, нужно уметь вовремя освобождаться от лишнего, от ненужного. И наши предки в действительности умели это делать. Была и есть сейчас, возрождается такая техника именно славянская. Называется прогуживание. Вот звуковая медитация, если хотите. Вот такое вот. Да. У нас есть телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Валентина. Валентина, у вас вопрос есть к нашему гостю. Мне вопрос есть. Вопрос, да, к вашему психологу, который присутствует сейчас, к гостю. Пожалуйста. Скажите, я могу узнать, повлияла ли лично на него его методика духовного и физического оздоровления? Ведь все это выстраданное, наверное, личным опытом может. Можете ли вы ответить на этот вопрос? Для вас это актуально было? Вот использовать те знания, о которых вы сейчас говорите. И насколько это так? В каких-то ситуациях, может быть, жизненных, вы можете привести пример, что действительно, это был для вас какой-то прорыв, который помог вам просто жить. Спасибо. Глубоко. Да, да, ну, обычно, чем глубже, тем поверху плавает. Чем страшнее, мне кажется. Нет, ничего подобного. Не страшно. А спасибо за вопрос. Как, простите, как зовут? Наталья, по-моему, если я не ошибаюсь. Или Валентина. Валентина, да. Спасибо за вопрос, Валентин. Сразу начну с того, что лично я все те техники, которые использую в своей работе практической, я их, безусловно, пропускал через себя. И, конечно, я испытывал все это на себе. Не просто прочитал в книжке где-то, где-то что-то подсмотрел, и вот давай сразу на ни в чем не повинных людях. Нет, это сначала пропускается через себя, чтобы понять, какие у меня ощущения это вызывает, что я испытываю в этот момент. Это необходимо для того, чтобы иметь представление о том, что в данном случае клиент или человек, напротив, хотя бы приблизительно может испытывать. Это дает возможность контролировать тот процесс, который запускается с помощью этой техники. Ну, вы знаете, да, в Сочи много и псевдо-психологов, и псевдо-духовников, куча всяческих практик. И часто люди просто не понимают, что они делают и для чего. Вот сегодня буквально сюда ехал к вам на эфир, в переписке ВКонтакте. Девочка из Сочи, да выходилась в астрал, это называется. Чем ты занимаешься? Да, она занималась тем, что практиковала, есть такая техника, тоже своего рода медитативная, выход в астрал. То есть это такое, по ощущениям, это отделение души, скажем так, от тела, и вот путешествие надо. Это есть, это возможно, эти техники описаны, но когда это делается бесконтрольно, и в диком, скажем так, режиме. Можно выйти и не зайти. Что с ней произошло? Она потерялась в реальности, она перестала воспринимать окружающее вот как реальность. Ну, ВКонтакте-то пишет. В результате, да, спасибо холотропщикам, которые там оказались рядом, то есть спасибо тем, кто действительно понимает в этих процессах. Она через несколько лет вернулась, собственно, тело восторженно прибежало, говорит, я здесь, я вернулась, я, понимаете, я чувствую стол, листочки чувствую. Представляете, какое... В Сочи хорошо люди живут. Вот это, может быть, звучит смешно, а в действительности это очень страшно потерять себя. И поэтому я все пропускаю через себя. И, конечно же, это помогало мне и в... Собственно, я привел пример из практики, да, пусть не из своей, но вот с девочкой то, что с девочкой произошло, и понимание процессов без практического применения на себя, оно просто невозможно. К счастью, нашлись рядом люди и вовремя, пожалуй, нашлись, чтобы вернуть ее в реальность. Все это, безусловно, работает, и когда вам говорят, я не знаю, как это, лучше не надо, лучше не пробуйте. Не рискуйте. Не рискуйте. Лишний раз. Не рискуйте. Вот. Крепкая штука, но она бывает ломается быстро. Друзья, ну бесконтрольно, конечно, копаться себе, может быть, не лучшее занятие, ну а вот приехать, пообщаться, что-то там у себя открыть, провести экскурсию внутрь каких... Да-да-да, открыть и потом обязательно закрыть, чтобы не дуло и ничего лишнего не заползло. 202-11-22, телефон прямого эфира, если есть вопросы к нашим гостям, задавайте. Мы сегодня рассказываем о том, что близится фестиваль метафесты, городские практики, лайф, так называется, площадка наших сегодняшних гостей. И давайте, может быть, я сейчас вам тоже такой интересный вопрос задам на вашу логику, может быть, какую-то интуицию, знания. Разыгрываем мы подарочный сертификат на приключения от Quest Time на двоих. Для вашей второй половинки, друга, подруги, неважно, можно время очень весело, интересно провести, что-то разгадать интересное. Ну вот пытливые вы наши, давайте задам вам вопрос. Как вы думаете, что же согласно правилам истинного джентльмена 19 века, мужчина должен был менять шесть раз в день? Звоните, если знаете 202-11-22. Ну, Николай, я так понимаю... Мы можем участвовать в этом? Нет, нельзя. Вы лицо заинтересовано. Но я думаю, что сейчас нам, если дозвонятся зрители, то можем с ними так и их логику как-то проследить, какие мысли их посещали. Николай, я так понимаю, что тоже посидеть, порисовать, поговорить, все это будет. Как попали в этот проект? Ну, познакомились мы на фестиваль, который проходил здесь в Самаре, посвящен Году литературы в России. Меня пригласили именно в качестве провести вот этот мастер-класс тоже за знакомство с каллиграфией. И организаторам так понравилось, они же меня и пригласили на Метафест. То есть друзья как бы всегда, да, с вами? Ну, на самом деле, Николай, я думаю, лучший мастер по каллиграфии – это уровень Питера. А в Петербурге, мне кажется, лучшие мастера. Николай, как вот так стать мастером каллиграфии уровня Питера? Ну, я, конечно, так не говорил, что я лучший, да? Мастеров много на самом деле. А вы все скромные. Да, мастеров много, просто нынешние, которые самарские мастера, они чаще всего работают просто с издательствами, и о них мало вообще, в принципе, кто знает. То есть они больше на иллюстрации как-то нацелены? Ну, да, они сидят на собственных заказах с книгами, да, с издателями и так далее и тому подобное. А вы? Я больше… Мастер-классы даете? Не то, что даже мастер-классы, понимаете, я занимался дизайном и версткой этих же книг, тех же, да, и больше, наверное, дизайном все-таки уже, который перешел в веб-индустрию. А там все-таки, ну, информация быстрее распространяется, так меня быстрее узнали. Угу. И очень много знакомых, ребята, они начали просить именно их поднатаскать тогда, скажем. Учителем стал Николай. Ну, не то, что учителем, просто делиться опытом, потому что учителем это громко тоже сказано. В Питере, да, серьезная школа, я всех туда отправил, а кто хочет заниматься очень серьезной каллиграфией. Вот, в Москве тоже только мастера, которые делятся опытом, и вот в Самаре, ну, есть, я знаю несколько человек, но они вряд ли, наверное, возьмутся, и у них так работа много. Ну, вопрос, применение каллиграфии в современной жизни каково? Для меня это стало уже больше медитацией. Сижу, рисую, да? Да, часа три-четыре подряд порисовать, пописать. Ну, естественно, это коммерческая составляющая тоже есть. Вот, сейчас, видите, большую такую, ну, хорошую популярность обретают эти мастер-классы, потому что очень многие хотят попробовать. А для чего люди хотят? Просто писать конспекты в университете каллиграфии? Или вот для чего? Вот просто я вот научилась, да. Каллиграфическую технику. Да, вот я научилась. Что я могу с этим делать? Ну, напишу я имя, фамилию, отчество свое, всех своих друзей напишу. Что-то сделаю. Вот как, ну, не забыть истоков этих? Вот для чего уже все-таки оно? Ну, практическое применение такое же, как и писать маслом, понимаете? Какое практическое применение, да, писать картины? Ну, как это? Красоту запечатлевать? Все то же самое. Ага. Та же красота, только другими инструментами и другими техниками. А как можно запечатлеть красоту в буквах? Можно? Естественно, да. Это, ну, любовь к буквам, любовь к шрифтам. Можно посидеть, все очень хорошо покопать по истории. Можно вообще углубиться в чисто писание. Я, к примеру, нашел очень много книг, там, 16-17 века. Они все друг на друг, конечно, похожи. Но по этим книгам я понимаю, что сейчас там можно попробовать исправить почерк очень многим. О, да. Это очень актуально. Вот, кстати, практическое применение. У нас же медуниверситет есть. Пусть по-прежнему не разборчиво, но хоть красиво. Всех медиков, да. Гнать на мастер-классы по каллиграфическому письму. Ну, коммерческое применение, это, естественно, для дизайнеров, полиграфистов, да, логотипы и так далее и тому подобное, потому что инструментов очень много, кисти, перья и так далее. Все, кто постарше, всем больше нравятся остроконечные перья как раз из тех времен. Чтобы скрипело, чтобы царапало, да, клякса ставило, брызгало. И руки пачкало. Все это красиво, да, вместе с акварелью с какой-нибудь. Ну, все это здорово. У нас есть телефонный звонок, давайте узнаем, кто нам позвонил. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Людмила. Людмила, очень приятно. У нас сегодня тут такой между собойчик, городские практики, на практике практически, вот, как много одинаковых красивых слов. Людмила, ну, давайте рассказывайте, как вы считаете, что же мужчина в 19 веке по кодексу джентльмена должен был менять шесть раз в день? Это, конечно, перчатки. Это выражение, потом меняется жизнь, как перчатки. Ага, ну, действительно так, мужчины несколько раз меняли рубашку и перчатки, потому что они не должны были быть запятнанными. Перчатки были нитяные у прислуги, лайковые у светских, замшевые у военных. Днем можно было носить кремовые перчатки, вечером надевали только белые перчатки, быстро лопались, и подавать даме голую руку считалось недопустимым. Так что это была для настоящего модника такая ощутимая статья расходов. Спасибо вам большое за звонок, друзья. Ну, а вы давайте звоните, задавайте вопросы 202-11-22. Кроме Метафеста у нас в городе проходит много других интересных и ярких фестивалей. Предлагаю сейчас окунуться в атмосферу необычную, неожиданную. Один из летних фестивалей, также недавно прошел в нашем городе. Предлагаю посмотреть, а потом вернуться в студию. Оказавшись в сказке, главное выбрать правильный наряд. Из аксессуаров головной убор, который должен отвечать выбранной роли. Маленькая Алиса, разумеется, принцесса корону выбирала с умом. Потому что там она в серебре и красные блестки. Выполнять волшебные задания интересны и детям, и взрослым. Попадая в волшебную страну сказок, родители тоже превращаются в принца, в принцесс и других персонажей. Детям очень нравится то, что получается, они попадают в мир сказки. Очень хочется ребенку показать. Тем более, сегодня здесь будут проводиться мастер-классы. Аквагрим, шоу мыльных пузырей, театр теней и еще множество различных площадок, на которых дети могут испытать свою силу, ловкость и сообразительность. Большой популярностью пользовался и самый страшный представитель квеста – трехголовый змей Горыныч. Когда идешь туда, не знаю куда, запросто можно встретить и чудо чудное, и диво дивное, и даже вот такого страшного змея Горыныча. Но если его правильно покормить, он вас не тронет и ничего плохого вам не сделает. Фрукты, овощи, кабачки, баклажаны, огурцы – вот его рацион на сегодня. Кушай, кушай, мы хороший. За основу взяты и русские народные сказки, так и ребенок может сочинить свою. Потому что сказки, они, конечно, не читаются, они пересказываются устно. И мы даем ребенку такой шанс. То есть при входе он получает некий путеводитель, где он, ориентируясь на площадках, может еще дописать что-то свое. Очередной детский квест в доме-усадьбе Алексея Толстого пройдет после праздника Яблочного Спаса 22 августа. Продолжается универсальный формат. В прямом эфире номер наш не изменился. 202-11-22. Задавайте вопросы нашим гостям. У нас сегодня здесь и мастер по каллиграфии, и психолог, и руководитель Центра чтения. Ну, в общем, все эти люди собрались здесь для того, чтобы рассказать нам о том, что на Мистафесте, который будет уже в ближайшие выходные, пройдет удивительная площадка «Городские практики Лайф». Софья, кто еще ожидается из практикующих ваших гостей? Вообще вся наша деятельность начинается 31 июля, и открывается она очень классной, мне кажется, такой активностью. Это интеллектуальная игра «60 секунд». У нас в Самаре есть Самарская лига «60 секунд». Для тех, кто не знает, это что, где, когда, только в формате «60 секунд». То есть ответ на вопрос нужно сказать за одну минуту. В общем, любой желающий может подключиться к этой игре. Ну, это испытание, наверное, своих интеллектуальных каких-то возможностей, но очень интересно, очень такая она на самом деле драйвовая и интересная. То есть я буду очень рада, если много людей подключится к данной игре. Так, лето летом, а мозг должен работать. Конечно, конечно. Хотя, конечно, фестиваль предполагает, что нужно расслабиться, послушать музыку, но почему бы и не поиграть в интеллектуальные игры. Но не все же группы нравятся, в конце концов. Можно найти перерывчик. Дальше, конечно, мы дружим с «Квесттаймом», и «Живые квесты» там также будут присутствовать. И будет «Живой квест. Дело. Номер». Это такой детективный квест, где нужно будет расследовать убийство. Убийство на метафесте? Да, убийство на метафесте. Давайте. НТВ нам надо позвать срочно. Что-то это вот как раз такое. И сейчас раз самопознание. Пропал человек, тело есть, души нет. На юге нам помогут. Потом, как всегда, мы не обходимся без фотосушки и не обходимся без фотомарафона. Фотосушку представляет Максим Сафронов. Он будет проводить ее в шатре пластилина. И фотомарафон от Самарского музея фотографии. Тема фотомарафона будет объявлена 1 августа утром. То есть это фотоохота получается? Да, фотоохота. Пока тема у нас засекречена, и участники узнают только. Фотографировать можно на что угодно. Любой гаджет, исправный, естественно, он может пойти в дело. Кроме этого, творческие мастер-классы от Тольяттинского мастера. Она будет учить точечной росписи. То есть точечная роспись – это какая-то особая техника. Мы тоже поучимся. На каких поверхностях? На камнях. А, на камнях? На камнях. А, это красивые, красивые штучки, очень красивые. Да. И также будет небольшая ярмарка из украшений, из микромакроме. Очень красивые. Микромакроме. Микромакроме, да. Маномакроме. Очень красивые такие вещи. Два литературных перформанса нас ждут и 1-го и 2-го августа. 1-е августа – это настоящий поэтический дебют Романа Самсонова. Это наш любимейший поэт, автор. И вот, представляете, он никогда не выступал на большой сцене. Все мы его как-то… Ну, я бы не сказала, что он волнуется. Он очень, наоборот, себя уверенно чувствует. Программу он уже давным-давно составил. Перформанс называется «Между Самарой и Волгой». Вот. Будет идти он целый час на сцене, время звучать. И поэтический также будет номер от Георгия Чурочкина. Он называет себя практическим астрологом. Вот. Все как-то так. И стихи. И стихи у него будут магические, естественно. Сегодня Львов ожидает этот. Сегодня Львов ожидает всех тех, кто побывал в астрологе. Здорово. Но не будет он, конечно, астрологию никакой там показывать. Почему? Он будет читать стихи. Астрологический прогноз в стихахах. Астрологический. Или нет? Астрологический? Нет, нет, нет. Он будет читать только стихи. Без астрологических? Без. Без. Как вот так интересно, в человеке сочетаются такие вот авторы и вот интересные... Ну, он начинал все-таки со стихов, поэтому... Вернулся к истокам. Вернулся к истокам. Ну, подобные перформансы, зная Софью и зная, как проходят... В библиотеке они? В библиотеке они. И я думаю, это действительно будет очень интересно. Очень интересно. Ничуть не меньше, чем... Ничуть не меньше интересно, чем вот музыкальные площадки, которые там планируются. Николай, да, я хотела еще спросить. Что-то нужно принести людям, которые к вам придут на мастер-класс? Как это будет происходить? Можно захватить там кусочек какого-то материала, нарисовать на нем что-то? Или как это? Вот посоветуйте. Да, кроме желания и интереса, с собой, в принципе, ничего не надо брать, потому что я все привезу. Потому что вряд ли, да, у людей сейчас дома, да, или с собой вообще, в принципе, есть какие-то инструменты, которыми все это дело делают. А вдруг? Да у кого-то готова. Вдруг, пускай, приносят, да, если вдруг есть перья какие-то. На мастер-классе познакомлю, в принципе, с инструментарием, какие инструменты были, какие сейчас, какие современные инструменты. Ну вот у нас современный инструмент. Это точно не перо. Это, да, это современный маркер, как бы я сказал, да. Это не перо, но он в виде пера, потому что он уже плоский, да, по крайней мере, не круглый. А можно что-нибудь нам сейчас, например, написать что-нибудь красивое? Да, давайте. И вам напишу тогда. Ну, и прямо там, собственно, на мастер-классе я все привезу, все эти инструменты привезу. Все перья, все современные инструменты, бумаги куча и самого материала там, да, тушь, гуашь и так далее. Ух ты, то есть можно прямо... Прямо там все попробуем, естественно, да. Маркером-макером, а тушь, гуашь, это все-таки... Тушь надо знать, она, к примеру, остроконечным пером, кроме туши писать больше нечего. Ну, я так условно говорю. Попробуем также живые инструменты там, да, срезать палочку, сделать такие насечки, попробовать ей писать. Как это, ну, и те же перья, раньше же не было железных, да, писать. Поставить письмо какое-нибудь потомкам в 2016 год на метафест. Вот там, ну, я думаю, на месте и придумаем, но каждый напишет себе же, да, письмо в будущее, к примеру. Почему нет? Интересно, интересно. А потом почитать, что сбылось, а что нет, я так обычно в детстве себе на день рождения письм писала. Ну, а из знакомства, то, что, к примеру, там, да, если остроконечные перья, это как раз красивая каллиграфия какая-нибудь из того же 16 века, все эти вензеля, там, да, помнят по буквицам, по сказкам, там, еще, да, по каким-то вещам. Давайте я буду, тогда вас и буду писать все время, да. А у нас, давайте, есть телефонный звонок, предлагаю принять. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вопрос специалиста по каллиграфии. Да. В Москве сейчас очень актуально для элитно-частных школ занятий каллиграфии, потому что центр речи и центр авматурики руки, они рядом находятся. Поэтому мышление очень быстро развивается, благодаря именно работе пером. Вот хотелось бы знать, вы сами учились где-то, и у нас в Тамаре есть ли школы каллиграфии такие профессиональные? Спасибо, спасибо. Да, спасибо за вопрос. Профессиональные школы я не знаю, по крайней мере, да, я не могу утверждать, что там, да. Ну, может быть, и есть кто знает. Я пытался найти, нет, я знаю только мастеров. Самоучек, я так подозреваю. Да, школ точно нету. Школа большая, профессиональная, как я говорил, это в Санкт-Петербурге. В Москве курсы, но везде только курсы. То есть для тех, кто уже что-то умеет, я так подозреваю. Да. А я сам учился изначально, ну, как говорю, история-то какая была, что я сначала был дизайнером, да, сначала я их рисовал, эти буквы. А потом понял, что надо понять, как строится буква, надо ее не рисовать, а все-таки писать. И так я перешел к инструментам, ну, сейчас 20 какой там, да, первый век. И в интернете есть, в принципе, все. То есть, получается, это полезно для детей? Для детей, у меня многие сейчас, да, спрашивают, именно исправление почерка. Исправление почерка, постановка руки, и, ну, там на самом деле это такое... А возраст какой? С какого возраста можно уже учить? С семи хотя бы, с шести семи. Когда уже более-менее люди знают буквы, как бы, да? Когда хотя бы он 20 минут может посидеть и пописать. Никуда не убегая, да, и не зевая, говоря, что мне скучно, где мой планшет. Потому что, да, на самом деле процесс-то, он немножко скучноват со стороны, но когда в него втягиваешься, да, он потом на часы уходишь в это куда-то там, да, писать. Поэтому, ну, я надеюсь, что в Самаре когда-нибудь это тоже появится. По крайней мере, сейчас, ну, для детей. Открывайте. Пора. Есть спрос. Друзья, а тем не менее, у нас есть еще для вас розыгрыш. Это пригласительный билет на двоих в киномечту, на сеанс, какой выберите. Внимание на экран сегодня у этого актера, день рождения. Это Владимир Басов. А что за образ он здесь исполняет? Если вы догадались, звоните. 202-11-22. Что за фильм? Будем рады вашему звонку. Я так понимаю, сегодня это такое прекрасное имя мое в исполнении разных букв, и я повешу на стену. Можно, кстати, такое вешать на стену? Да почему нет? Вот. Красота неописуемая. А что, например, вот люди, которые поедут на Метафест, вот, кстати, пока покажу, я надеюсь, все видно. Видно? Хорошо. Вот. Поедут на Метафест, что они там за такое короткое время могут освоить? Ну... Просто будете буквы писать? Или люди будут подходить какими-то словами, а вы будете как-то... Минимум информации и максимум практики, чтобы попробовать. Потому что очень часто люди хотят, но когда пробуют, и понимают, что рисовать им ближе, к примеру, да, а писать, ну, вообще никак. Вот как ходил человек с коррелым почерком, так и будет он всю свою жизнь ходить. А некоторые, наоборот, далеко не художники, когда берут инструменты, начинают писать, понимают, что очень красиво, и очень быстро начинают получаться. Поэтому это, ну, попробовать инструменты, попробовать себя, попробовать писать красиво, чисто писание попробовать, и вообще, в принципе, почувствовать, что такое буква красивая, буквицы. И узнать об истории, там, да, узнать о русской вязи, о той же. Это я так вкратце тоже познакомлюсь. Спасибо. Это очень интересно, я думаю, будет. Друзья, у нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Светлана. Очень приятно. Светлана, вы звоните нам, ответите на вопрос, фото-вопрос. На вопрос ответит, кто, какую роль исполняет Басов. Давайте. В каком фильме. Думаю, это Дурима. Так. Фильм «Буракина». Все верно, это действительно правильный ответ этот актер сегодня отмечает. Весь мир поклонник его отмечает день рождения Владимира Басова. Спасибо большое вам за звонок. Я же хотела спросить, ведь психологи тоже, да, о чистоте письма и о почерке человека тоже могут, ведь, многое рассказать. А если он будет писать каллиграфическим почерком, то... Он будет писать очень долго. Ну, конечно, по почерку можно многое сказать о характере человека. Я вот сейчас наблюдаю... За штрихами? Да, да, за Николаем. Я понимаю, что это техника, да? Но если сейчас спросить у него, какой стиль у него наиболее любимый, по нему можно что-то выяснить, какие-то аспекты личности. Давайте выясним. Николай, какой стиль у вас самый любимый? Я пока показываю вот тут. То есть любимой женщиной мы уже определили. Да, у меня сегодня это такой праздник, я могу... Да, пир внимания. Да вообще, я рада здесь сижу. Ну, посмотрите, любимый. Любимый красивый. Ну вот как, больше всего, как два. Хорошо, два. Смотрите, это готическое письмо, которое очень красивое, да, к примеру. Угу. Я просто букву С сделаю, да. Какой-то цветочек, лепесточек. Это букву С. Угу. И, ну, английская, там, немецкая готика. Угу. Покажем. Ну, естественно... Смотрим внимательно, друзья. Это письмо в вязю, так скажем, да, какую букву, не знаю. Букву К. Ж. Ж. Сейчас будет следующее Ж тогда. Ух ты. Это как раз из чисто писания. То есть вот так, по идее... Это Ж? Нет, это К. Замороченная Ж. Замороченная Ж. Ну, очень интересно, мне кажется, так получается. Если бы все так писали, мне кажется, моя учительница по русскому языку и литературе, не жаловалась бы ни на кого. Ну, если вы были внимательны... Да, вот я сейчас... Где Си, у нас Си и Ж возьмем, да? Ну, вот можно на уровне себя, да, покажем. Если вы были внимательны, когда Николай... Я просто не обратил внимания, как камеры работали, да? Сейчас сеанс психотерапии. Ну, какой, бросьте вы, какая психотерапия? Здесь просто достаточно немножко наблюдения, как человек это выполняет, и всякое наше действие, оно выражается в нашем поведении, имеет некоторые отголоски. Смотрите, когда писалась буква Си, да? Нажим вот такой. Нажим, это одно, да? Как он комментировал? Это такая готика, немецкая, английская, короткие, четкие, рубленные такие фразы. Посмотрите на букву. Строгая, фундаментальная, да? И буква Ж. Это как... Ну, нет, это Ж... Ну, нет, это К. Это русская Ж. Да, это как раз чисто писание. Такая витива. Развернутые ответы сразу. Друзья, да. 30 секунд, заканчиваем эфир наш. Вот чего можно интересного, я думаю, для себя открыть в том числе на городских практиках, практиках лайф на Метафесте. Если будет интересно, заезжайте, заходите, заглядывайте, пишите красиво, слушайте музыку, отдыхайте. Вам спасибо большое, что пришли, но вам, друзья, хорошего настроения. Ну, интересно всегда что-то для себя открыть. А я пойду вешать красивые надписи в кабинете. Всего доброго вам, до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин